Как победить? Победить можно только приняв решение о воздействии на Соединенные Штаты Америки, испугав их. Для этого есть специальный инструмент, еще раз говорю, РВСН и в целом ядерная триада. Вот я сейчас в Мурманско, там достаточное количество подводных лодок, хотя достаточно одной подводной лодки, вооруженной ракетами, которая нацеливается на крупные города в Америке, а Америка капитулирует мгновенно. Это очевидно, но там их не одна. Это все вообще как бы с точки зрения маргиналов, которые нам качают лапшу, и вчерашних в том числе, в том числе якобы патриотических каналов, это все типа маргинальность, как это можно, вот по Киеву ядерным оружием можно, а по Америке угрожать нельзя. Вы что, это маргинальность. Вот вам пример. То есть, еще раз говорю, решить эту проблему можно только одним путем. И Путин его обозначил. Для того, чтобы было международное право, ядерное сдерживание, идеология борьбы за отечество против иностранных интервьюентов и оккупантов в лице Соединенных Штатов Америки, для этого надо решить главную проблему. Эта проблема в период Великой Отечественной войны называлась свободой и независимость отечества. То есть, даже на нашей войне Великой каждый солдат понимал, что территория важна отечеству, но еще важнее свободы и независимость.